Крысы держат в страхе жителей многоквартирного дома в Новосибирске. Писк грызунов слышат на всех этажах. Владельцы квартир сняли видео. На кадрах около десятка крупных особей роются у входа в подвал. Татьяна Кияева оценила масштаб коммунального бедствия и пообщалась с местными жителями. Жители девятиэтажки по улице Каменской жалуются на полчища крыс в доме. Местные утверждают, что грызуны расплодились в подвале. И теперь бегают по подъезду и пробираются в квартиры. Здесь их полно. Я первый раз такое увидел в своей жизни. В центре города такое творится. Я просто в шоке. Да, подвал сырой. Не то, что сырой. Там, в принципе, наверное, кроме как в сапогах ходить нельзя. Елена живет в этом доме много лет. Жалуются. Последние два года ее мучают насекомые. Комары и мушки летят из сырого подвала. А недавно появились новые соседи – крысы. До сих пор влага стоит в подвале. Нам сказали, что там поменяли трубы. Честно сказать, я дверь открыла, посмотрела. Меня вот так вот, тучей комаров, прямо вот в лицо она, эта туча, вылетела. Хотя мы писали в ГЖИ, нам был ответ, что еще в мае проводили дезинфекцию. Сказали, что поменяли трубы. Я очень подозреваю, что там трубы не меняли, просто поменяли хомуты, потому что чуть дождь, и у нас не просто запах, у нас вонь. Также в доме установлен мусоропровод – источник грязи, которую так любят насекомые и крысы. По нормам эксплуатации его положено раз в месяц мыть и дезинфицировать. Но местные жильцы говорят, что этим никто не занимается. Жители многоквартирного дома считают, что управляющей компании нет дела до многочисленных проблем. Дрявой крышей, затопленным подвалом и грызунами никто не занимается. Коммунальщики парируют, делают все возможное, но не хватает денег. Предлагают избавиться от полумиллионного долга или поднять тарифы. В ГЖИ жалоб много, даже административные нарушения. Почему до сих пор эта компания не лишена лицензии, для меня это прям секрет. Ученые говорят, крысы не только переносят опасные инфекции. В некоторые годы крыс становится особенно много. В крысах, конечно, нет ничего хорошего. На них, например, живет крысиная блоха, которых иногда становится много. И они, жителям первых этажей особенно, очень могут докучать. Чтобы попрощаться с крысами навсегда, в доме нужно навести порядок. Избавиться от мусора, чтобы грызунам было нечем питаться. Следующий шаг – обратиться в санэпидемстанцию и заказать услуги гиротизаторов. Татьяна Кияева, Евгений Павлов, Новости ОТС.